Так, дорогие друзья, мы знакомимся с кухней Молдовы дальше. Что мы сейчас будем делать, Наташа? Рыбу приготовим. Рыбу, ух ты! Так, у нас тут рыба гренадё и ментай. Так, и что, мы всю рыбу, да, мы должны помыть и почистить, да? Всю-всю рыбу, которую купили. Так, вот я уже почистила три мента, я, как вы видите, видите, даже повынимала, плавнички повынимала, пока миста водичка, пока миста рыбка, ну, такая, еще не совсем размороженная, то есть мне очень хорошо все это вынимается. Видите, прям такие дырочки, дырочки остались. Ну, так вам сейчас у меня гренадёр на очереди, сейчас им займись. Она немножко суши идет. Она гренадёр. Гренадёр. Да. А это более-менее мягкий. А как они, они хорошо сочетаются. То есть, когда две рыбы, гренадёр и ментай, они хорошо сочетаются и дают какой-то... Сочетаются другой вкус. Ага. С малышей они вообще очень вкусные. Ага, то есть у нас выбор двух рыб не случайен. Ну, не случайен. Хорошо, ребята, запоминаем. Ну, вот наша рыба уже вся почищенная. Видите? Ждёт. Да, ждёт. Мы ещё с рыбой должны разобраться. Мы должны её ещё порезать, там, да, что-то там специально как-то перебрать. Наташенька уже будет нам подсказывать. Вот я испарам, да? Угу. Ну, да, вырезаешь просто, получается. Да, гренадёр такая рыба серьёзная. То есть её не так-то просто. Можно её снять тоже. Из мента это я очень легко это всё удалила, ещё когда чистила рыбу. А тут-то, ого-го, попробуй. И до конца будем здесь режут. Эту черноту мы должны снять отсюда. Ну, короче, нам нужно полностью всю внутренность очистить, чтобы она была беленькая, да? Сейчас Наташенька покажет, вот, как именно нужно. Потом это всё буду дальше я делать. Помощница. Помощница. Ну, помощница, конечно, просто когда приходишь, так сказать, чему-то учиться, то надо учиться. Надо посмотреть, что делать для того, чтобы потом делать правильно. А то можно прийти, знаешь, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом, и начнёшь тут кого-то учить, и всё будет не так, как надо. Она ещё, наверное, не до конца разморозилась, поэтому тяжело с ней ещё. Но у нас задача очистить вот это тёмное, а потом как мы режем эту рыбу? Она должна быть чистой. Потому что она невкусная. Не, ну, понятно, чёрная невкусная, поэтому надо полностью всё удалить. Да, удалить, потому что у нас корки вкус. Всё? Где-то там увидела одну шелуху. Вот так режешь, да? По хребту ещё режем. Угу. Так, понятно. Ну, видите, немножко усилия надо прикладывать, потому что не до конца она ещё разморозилась. Мастер Наташа приложила все усилия, но и получилось всё. Видите, как интересно, вдоль хребта разрезали, и хребет остался кусочек в серединке. Остается немножко сюда и немножко сюда мяска. Ну, ничего, нормально. У нас там всё равно хватает, потому что кусок достаточно большой, широкий. Это большая рыба, крупная. Ну, хвостик мы так оставляем, да? Нет, это только два. Пополам, да? Именно. Достаточно пополам. Хорошо, всё, теперь моя тренировка. Сейчас я буду делать. Ну, я пока ещё дружусь над рыбой. Мой процесс ещё пока не закончен. У меня ещё осталось две рыбки. Я продолжаю работать. Так, мука. Это мы начинаем работать с рыбой, да? Ну-ка. Сейчас я смотрю, будет соль, да? Наша помощница Бусечка. Ну, конечно, как без Бусечки. Без помощнички. Бусечка, где-то. Бусечка, ты наша помощничка, да? Ты наша помощничка. Ты наша красавица, да, да. Ай, ты лапочку мне даёшь. Ты мне лапоньку даёшь, да. Зачухи-чухи-чухи моя сладенькая. Так, мы в муку добавили соль. Теперь мы рыбку обваливаем, да? Вот так красиво. Вот так красиво. Ух ты! Вот как красиво выкладывает Наташенька В каждую рыбинку Прям художественная картина Процесс художественный Не просто так Но серьезно Вот я смотрю, что все, что делает Наташа Она все делает с любовью Чтоб кушалось со вкусом С удовольствием, да? Так, масло на сковородку И огонь Удобная эта плита, да, Наташенька? Что вот можно искру раз и сразу зажегся Ну да, конечно Говорят те, которые прибегали, воюют Они не знают, что такое плита Они знают, что это такое И говорят, что мы живем очень хорошо Раз у нас такой плиты есть Конечно Они Отстану я в жизни Со всей России Что поделаешь Так И теперь у нас начинается процесс Да Мы должны ее Ну хорошо прогреть, да? Прогреть Конечно Если меньше, так она будет Прилипать Ну, ждем немножечко Наташенька брусила маленький кусочек рыбки На сковород Ну, а еще не нагрелась, да? Вот она, ну, чуть-чуть где-то что-то Начинает по бокам Но Должно хорошо масло разогреться Чтобы туда класть уже Если не будет липнет и горячее И прилипнет И все, да Вот Услышали уже? Идет треск И немножко Вот Все равно добавим Немножко соли Чтобы оно не Не брызгало, да? Брызгало, да И так Начинаем класть рыбку Но это мы жарим именно гренадера Видите, я узнаю его по вот этой вот Большой Как это называется Ну, не шелуха большая была Ну, это винодерно жарится Ну, насколько я хорошо знаю свою Сковородку Чтобы взяла столько кусочков Чтобы вместилось на сковородку Идеально Видите, как оно красиво Красиво шепит Белая рыбка И вот этот горчик Сейчас будет золотистого цвета Я уже вот вижу отсюда Вот в этом кусочке Вот это уже золотится Видишь, кончик золотистого? Ну, еще, конечно, надо немножечко ее подержать Если жаришь, да? Потом лук жаришь Вместе с кетчупом Лук жаришь с кетчупом? Ага И лавровый лист И перчик Черный перец Там Не Это молотый А горошком? И немножко Соль Сахара Ага И немножко влажив И напитка в духовку А, то есть вначале обжариваешь А потом Заливаешь вот этим соусом, да? И получается И лавровый лист И ложишь в духовку Ага Заливная рыба получается Очень вкусная И сахар обязательно нам опасается Потому что без сахара не будет Такая вкусная Ага, понятно Но мы сейчас У нас сейчас другой рецепт У нас это другой рецепт У нас просто жареная сейчас рыбка будет, да? Жареная, но еще тушеная вы Еще тушеная вы А что нам надо сделать для того, чтобы было тушеное вы? Надо вычислить Чеснок? Чеснок Все Пока, мисс Наташенька Дожаривает вот такую красивую рыбку Видите, золотистая Прямо рецепт становится Я займусь чисткой чеснока Головка Вот у меня есть три головки чеснока Вот сейчас их должна почистить Для рыбы Для одного из блюд Мы вам потом расскажем секрет Наташенька расскажет нам секрет Которые мы с вами потом тоже возьмем на вооружение Посмотрите, какая красота Какая красивая рыбка Золотистого цвета просто Знаешь, хочется загадать желание сразу золотой рыбке Попросить, чтобы три желания хотя бы исполнила Самых главных Очень красивая рыбка А на белом фоне Знаешь, на белой чистой тарелочке Просто выглядело Процесс идет Вот, начистила я чесночок Видите, как его много Мы посмотрим, с кого будем с ним делать Чесночок измельчила Чтоб ничего не оставалось я отсюда Вот так его доставил Я вот такую наберу Весь весь чесночок я вынимаю Так, все Чесночок готов Баба-медрот Теперь в измельченный чесночок Мы позаветом Наташеньки Кладем две ложечки уксуса Шести процентную Шести процентную Шести Две ложки Столовый уксус Да, столовый уксус обычно И что мы сюда еще добавляем? Соль Соль немножко, да? Ну, вот На мой взгляд, вот так Там посмотрим Так И мешаем И мешаем Взбиваем Хорошо мешаем Наверное И немножечко водички Немножечко водички добавили Наверное, грамм Водички добавили Наверное, грамм сто И немножечко подсолнечного масла Тон же грамм сто Вот такая подливка получается Видите, ребята, что получилось Вот Мне дали еще вот такую ложечку С дырочками Вот сейчас я ее буду вот так Эту массу взбивать Значит, у нас тут водичка Подсолнечное масло Соль Чеснок И уксус Две столовые ложки Шести процентного уксуса Вот Надо очень качественно Видите Как-то вот так вот Его повзбить Надо качественно повзбивать Это заливка для чего-то Мы сейчас еще узнаем Для чего Не забываем, девочки Рыба, которая остается Мы ее складываем в пакет И Закладываем в холодильник Достал потом Пожарил и все То есть это просто Получилась заготовка нам На будущие дни Когда Нечего будет кушать Это нужно взять Потому что Большой кусок А, понятно, понятно Так И вот это мы в холодильник В морозилочку В морозилочку Остальное покладем И потом Когда надо будет Наташенька достанет И приготовит Все То есть мы не только Кушать готовим А мы еще делаем Заготовки Когда захочет На рыбу Да И возьмем Да Да, да, да Наташенька Скажи, пожалуйста Вот мы сюда Сейчас откладываем рыбку В большую Глубокую сковородку Это у нас будет Какое-то особое блюдо Да Порядка На это будет Чеснок Субцы И водой Немножко И масло Это не то, что я вот делала Заготовочку Это я делала Заготовочку Для вот этой рыбки Это будет отдельное блюдо Ну вот Всю рыбку Мы уже выложили В большую сковородку Все пережарено Теперь мы делаем Маленький огонечек Да, Наташенька Нет Нет Потому что он уже А, побольше делал Да Ага Ага Вот это все Вон Вот то, что я делала Заготовочку Да Да Ну что Соли не хватает Немножко Может быть А вот у нас соль Вот у нас соль Вот у нас соль Давай еще немножко соли Так Попробуй сейчас Угу Да А И печет И вкусненько Нам нужно там Крышку Крышку Ой Попробовала Аж попала в нос Везде в горло Чеснок зашел Да Любые бациллы убиваются Бациллы убивают Так Рыбка у нас на сковородке Там Большой огонек Да Масло немножечко А в той сковородке Есть масло Которое на огне Есть Есть, но мало Так Наташенька сказала Что у нас сейчас Мы будем кушать Мамалыгой Вот это Ага Ага Выливаем Но сейчас должно быть большое Что-то О-о-о-о-о Да Шипение Сразу шипение пошло И закрываем крышкой Так И как долго? Длится Три минуты? Оно там Вон здесь смотрите Как все покрылось Каким Там идет Дымок Порог Что-то Нюхать Что такое Рыба Рыба Которая Может у нас Нету столько Рыбы Но мы ее Хорошо знаем Но вы умеете Вкусно ее готовить Свой Такой Интересный Рецепт У нас Такого Рецепта Я не видела Ни у кого И не слышала Зато у нас Есть много Рыбы Теперь Это большое Количество Рыбы Можно Приготовить И так Как вы По-молдавски Ну Отлично Будем пробовать Сейчас Через 3 минуты Ах Какой красивый Процесс Очень красивый Сейчас Нюхаем Нюхаем Ах Какой запах Замечательный Ах Как пахнет Все Мы ее Отставили Переворачиваем Чтобы Со всех сторон Она пропиталась Чесночком И пахнет Спасибо Запах Замечательный Что значит Это Нужно Попробовать Такой Интернер Это Но С мамой Мы Сделаем На малыш Посмотрим Как она Делается И как Мы Макаем С этой На малыш Вот Эту Верю Все Ой И пусть Она Верю Показывает Великолепно Великолепно Наталя Великолепно Потом его брат взял, они попробовали, потом взяли по-другому шматочку, хотя мама сказала, что они рыбы совсем не едят. И так за целый день, пока они были в гостях, они доели всю эту рыбу, которая была на тарелочке. То есть, что когда мы готовим с секретами, с нюансами, то страва набивает какого-то совсем другого смаку и незвичного для нас. Поэтому я вам очень рекомендую попробовать приготовить рыбу именно за этим рецептом, потому что это и правда очень вкусно. Не забудьте поединение двух рыб, не забудьте тие секрети поливки, которые мы сегодня делали. Я думаю, что когда вы это сделаете, вы понимаете, насколько это вкусно, потому что передать это просто неможливо, нужно попробовать. Па-па!